Спасибо, хорошо. Затем другие элементы возникли. Сейчас есть такое системное лечение, мультимодальная терапия РМЖ и улучшение раннего обнаружения и визуализации. Для многих пациентов сейчас меняется эта процедура. Следующий слайд. Биопсия сторожевого узла позволяет стадирование. И мы можем делать диссекцию крошечного участка ткани по сравнению с радиктальной хирургией, которая более столетия являлась у нас, можно сказать, золотым стандартным. Следующий. Мы рассматриваем ту новую технику, которая возникла. Это несколько разных технологий, когда используются импланты. Собственная мастертомия, припекторальные разные участки берутся. Это аутологические импланты с хорошим покрытием. Тем не менее, прогресс в развитии такой хирургии и в стратегиях деэскалации заключается в том, чтобы улучшать системное лечение. Я об этом еще буду говорить. Техника реконструкции еще пока не повсеместно используется. Нет золотого стандарта еще пока. И не во всем мире она используется. Как же нам улучшить лечение, улучшить качество исследований, клинических испытаний и улучшить качество всех процедур? Следующий слайд. Вот пример длинных, отдаленных интервалов между гипотезой и данных от реальных исследований и применения этих стратегий и правила. Испытания 2011 года женщины с РМЖ, с метастазами и с метастазами сторожевого лимфоузла были в этой группе. 10 лет назад почти это уже было. И дальше 10 лет назад мы отслеживали и на встрече АСКО 2017 года мы презентовали также эти результаты. Но даже в 2019 международные рекомендации не четко описывают все, что тогда было собрано на встречах АСКО уровень доказательства. И сейчас повышается. Высокие рекомендации существуют в США. Что касается рекомендаций в Германии, уровень доказательства средний пока еще. С другой стороны, в Швеции для пациентов, которые подпадают под эти критерии, все еще это стандарт лечения. Но сейчас мы, конечно, собираемся больше и больше данных за последние десятилетия не собрались. Но международные рекомендации рознятся между собой. Здесь мы говорим о нарастании количества таких пациентов. Но оно недостаточное. 890 пациентов. Такая была когорта. И вот пока еще нет стандартизации. И когда речь идет о высоком уровне микрометастаза. И пока еще нет высокого уровня доказательства. Да, вот этот слайд сейчас у нас. Дальше проводились исследования. Но нужно еще подтверждающие клинических испытаний. Сейчас несколько проходят познок. Это в Англии, в Италии, в Синамак, в Швеции, Инсема, РАНД-2 испытания. Если посмотреть на пациентов, большое количество. Ну, низкий уровень рецидивов. Ну, надо сказать, что сложно для страны, такой как Швеция, рандомизировать 3500 пациентов в одном из клинических испытаний. Критерии включения. И, к сожалению, разные клинические испытания делают сложным сопоставимость. И конечная точка испытаний. Это точно тоже сложно. И поэтому много различий между странами. И очень долго им приходится собирать результаты. Разные критерии включенности. Разные конечные точки. Поэтому несопоставимо, как следуют эти данные. И вот четыре испытания между 2018 и 2021 годом. Три из этих клинических испытаний уже прекратили собирать пациентов, потому что очень низкий уровень рекрутинга. Только половину этих пациентов они собрали. И поэтому только через 3-5 лет будут окончательные результаты. Это очень уж отдаленный период. И каков эффект от всего этого? Вы видите то, что происходит в Германии. Здесь результаты, которые были опубликованы уже на критерии АКОСОК. Ну, есть и новые данные, конечно. Но дело в том, что хирургии все больше и больше убеждаются, что это самый правильный способ подобное отношение не основывалось просто на уровне доказательности. Потому что уровень доказательности не был высок тогда, в 2010-м. Это вот скорее была интуиция и эмпирические идеи также. Но они оказались правильными. То есть вот хирурги считали, что это правильный результат. Они полностью приняли результаты клинического испытания 2011 года. Хотя уровень доказательности был не очень высокий. И даже в 2016-м году вероятность была достаточно высока. И если пациент находился в другой группе, то понижалась или повышалась в зависимости от этого вероятность того, что будет радикальное хирургическое вмешательство и диссекция подмышечного узла. 23 клинических испытания анализировали резекцию. И не было достаточно важных рандомизированных хирургических и клинических испытаний, которые смогли бы достичь высокого уровня доказательств и наполняемости. И остается еще проблема. Многие иногда конкурирующие между собой национальные клинические испытания нанимают большое качество пациентов. Но действуют они медленно, потому что сложно набрать много пациентов, допустим, в небольшой стране. И потом разные конечные точки затрудняются, поставимость результатов. И длительное время проходит между зарождением гипотезы и получением доказательств, основанных на данных на изменение практики. Еще один пример, когда несколько клинических испытаний пересекаются друг с другом. Вот 7 клинических испытаний, но они используют разные технику таргетированной диссекции подмышечной области при РМЖ. Еще один, реконструктивная хирургия. Мы провели мета-анализ безопасности мастектопии, органосохраняющей, ореолосохраняющей мастектопии, сосоксохраняющей мастектопии. И доказательства были признаны низкого уровня и достаточно туманными для отдаленных результатов. Еще одна когорта пациентов изучалась. Это было мультицертовое исследование, краткосрочные исходы по безопасности мастектомии и предварительной хирургии с одномоментной установкой протеза, с сетчатыми и бессетчатыми имплантатами. Это было мультицертовое исследование. Существует необходимость в определении пробелов в клинических исследованиях провести высококачественные клинические испытания. И надо сократить время, временной интервал между зарождением гипотезы и клиническим применением, основанным на высоком уровне доказательства. И надо избегать дублирования действий в рамках разных клинических испытаний. И мы должны улучшить, повысить качество международного сотрудничества. Следующий слайд. И таким образом, та работа, которую мы проводим в рамках нашего консорции по раку молочной железы в странах Центральной и Восточной Европы, мы достигли многого. Я вас всех хочу за это поблагодарить. В особенности на протяжении двух последних лет мы многого достигли. Следующий слайд. Пожалуйста, Золотон уже указывал на важность поддержания всех инициатив, чтобы тесно сотрудничать. Это Европейская ассоциация, основанная в 2018 году для того, чтобы преодолеть все вышеперечисленные мною проблемы в проведении клинических испытаний. Следующий слайд. Цель. Вот что такое Your Breast? Прежде всего, это не коммерческая, не государственная организация, которая должна повысить эффективность клинических испытаний в сфере хирургии ракомолочной железы с целью скорректировать хирургию. И снизить уровень попутных заболеваемостей. Мы должны проводить высококачественные трансграничные клинические испытания в Европе и во всем мире. И мы очень рады, что у нас такое тесное сотрудничество между хирургическими центрами Центрально-Восточной Европы. Тем не менее, есть и недостатки во всем этом. Один из них очень важный – это недостаток финансирования клинических испытаний. Он ограничен только национальным набором, национальным рекрутингом пациентов в разных когортах, что затрудняет проведение трансграничных клинических испытаний. Для этого требуются также и политические усилия, чтобы все это преодолеть. Это самое последнее клиническое испытание группы Your Breast. Недавно только они стали набирать пациентов. Это клиническое испытание Oxana и Breast-3. И сейчас пока нет стандарта для лечения пациентов, которые переходят в СИН. Но есть разные стандарты во всем мире – в Швеции, Норвегии, в других странах Северной Европы. Это обычная диссекция. В других странах это таргетированная диссекция подмышечная. В Германии, в Нидерландах, в Италии, например, это только диссекция сторожевого лимфоузла. Но в некоторых испытаниях они заявили, что есть высокий уровень ложно-отрицательных. Но мы должны иметь сопоставимость результатов. Надо сравнить, сопоставить все эти три техники, применимые, касательно заболеваемости и затрат. И таким образом клиническое испытание Oxana является перспективным регистром, поскольку очень важно сравнивать и сопоставлять все вопросы, связанные с рандомизированными испытаниями. И мы установили перспективный регистр, включили свыше тысячи пациентов, и конечная точка, и инвазивная выживаемость, и качество жизни, вторая конечная точка. И мы собираем эти данные, чтобы сравнить эти три техники проведения клинических испытаний. Каждая страна Европы представлена в координационном комитете этой группы. И все, кого это интересует, вы можете присоединиться к нам, вы можете зайти на нашу страничку или написать нам по электронной почте. Это еще одна очень важная попытка, о которой уже говорил Золтен. Это не только клинические испытания, которые представят большую важность, но также гарантия качества, когда мы вводим новую технику, новые технологии, а также обучение хирургов. У нас есть европейская платформа аккредитации хирургов по РМЖ. И все очень важные ассоциации хирургов РМЖ также внесли свой вклад в это развитие. Цель и задача наша заключается в том, чтобы создать рамки для аккредитации и сертификации дальнейшего обучения, чтобы создать уникальную систему и инициативу для стандартизованных программ обучения и создать совместное предприятие с ключевыми заинтересованными странами, странами, чтобы охватить и Европу, включая и Восточную Европу и другие страны. В заключение, это не самая последняя версия, но я просто хочу сказать, что у Бресса есть веб-сайт, который буквально несколько дней уже находится в доступе, и вы можете зайти на этот веб-сайт. В заключение хочу сказать, что международное сотрудничество в Украине важно для того, чтобы предоставить хирургическую помощь, основанную на доказательствах, чтобы усилить технический прогресс и предоставлять оптимальное лечение пациентам. Спасибо большое за то, что присоединились к нашей онлайн-конференции и к моему докладу. Спасибо. Спасибо.